Значит, я решил создать новый формат для своих видео, так как мне нравится говорить о новостях игровой индустрии и давать своё личное мнение на разные темы. Моё прошлое видео было глупым, несерьёзным и просто плохого качества. В общем, в следующих моих видео не будет глупых шуток, каких-то вставок, большого монтажа и, конечно же, моего младенческого лица. Будет геймплей какой-либо игры, в которую я прохожу в данный момент, и просто монолог на разные темы. Потом могут быть какие-то обзоры на игры, игрушки, электронику, но не сейчас. Сейчас видео будут выходить относительно короткие, но намного чаще. Как только будут слышны интересные новости игровой индустрии или IT, так сразу начнётся работа над видео для голдятины с моей стороны. Надеюсь, этот формат выйдет более интересным и менее нудным. Да, я сейчас играю в Deus Ex The Fall, некачественный порт с мобильных платформ на ПК. Мне хотелось вкунуться во вселенную Deus Ex, и, как видите, я выбрал не самую подходящую для этого часть серии. Но не суть. Играть в неё я всё равно буду, всё-таки деньги я какие-то за это отдал. Да и просмотр геймплея вам пойдёт только на пользу. Узнайте, насколько это бредовая игра. Итак, вся эта суматоха на Dead or Alive Extreme 3 продолжается. Online-магазин PlayAsia анонсировал в Твиттере, цитирую и перевожу, Dead or Alive Extreme 3 не выйдет в Северной Америке и в остальных странах за пределами Японии из-за бреда бойцов за социальную справедливость. Однако на нашем сайте будет доступна японская версия на английском языке. И ссылка на страницу магазина, где можно купить саму игру. Из-за этого твита феминисты, точнее фемифашистки и недосамцы стали атаковать PlayAsia. Нагло и напрямую. Начали атаковать магазин видеоигр, который имеет полное право на существование, который не делает совершенно ничего нелегального. Имена я разглашать не буду, но пример ответов на твит онлайн-магазина следующий. «Вам должно быть стыдно, Эл Мау», – иронически пишет журналист Полигона. Полигон – это сайт типа EGN или Giant Bomb, наполненный фемифашистами. Еще одна личность пишет «Противно, удалите ваш аккаунт». Кто-то спросил «Почему?» Тот же ответил «Потому что люди страдают». Я думал, что он троллит, но дальше беседа продолжается, и тот мужик действительно всерьез начинает говорить о человеческом отсутствии, сопереживании и прочем бреде. «Там много глупых ответов от баб, от наполовину мужиков и прочих существ, которые пишут что-то вроде «Отписываюсь». Но вот этот ответ меня просто убил. Я знаю много личностей, работающих в PlayAsia, которые будут эвалиированы, и их контракты также будут рассмотрены», – пишет бывший журналист EGN и текущий работник Ubisoft. «Это чисто воды угроза». То есть ты хочешь сказать, что люди, делающие свою работу, могут потерять ее, ведь потому что тебе не нравится их мнение насчет так называемых себя бойцов за социальную справедливость? Ты готова пойти и в наглую сделать так, что люди окажутся на улице? Какого хрена? Фанаты Текма и PlayAsia, конечно, не потерпели такого обращения и начали троллить ее не по-детски, имейлы с угрозами и тому прочее. Я не одобряю поступков троллей, однако игнорировать всю эту ерунду тоже достаточно. В конце она начала извиняться и строить из себя жертву, начала говорить о том, что это не совсем то, что она имела в виду. Судите сами, права она или нет. Я лично к ее извинениям подхожу скептически. В общем, не к добру это все. Сначала запрещают игру про пляжный волейбол, потом запретят сам пляжный волейбол, а еще и мнение о запретах запрещают теперь. В конце, чтобы не было никаких заблуждений, я скажу, что я всеми руками и ногами за социальную справедливость. Сколько уже было, что меня не берут на работу, потому что я не местный. Или же мне учительница рассказывала, что изначально ее не брали на работу, потому что она женщина, и пять лет ее учебы пошли к коту под хвост. Или наоборот, моего друга они взяли работать в прачечную и открыто ему заявили, что им нужна девушка. Я за то, чтобы люди учитывали навыки друг друга, а не расу, пол или сексуальную ориентацию. Но неужели вы думаете, что запретив одну игру или даже миллион игр, вы что-то измените? Ах, ну да, чтобы действительно что-то изменить, надо оторвать задницу от компьютера и начать что-то делать. Но кому это нужно? Они только хотят популярности, чтобы о них говорили. Я же о них говорю, хотя я специально не назову их имена, потому что они этого не стоят. Им платят деньги за ихнюю никчемную работу журналистов на игровых сайтах. Быть журналистами в горячих точках, в странах, где нет правосудия, им яиц не хватает. Им легче ныть и писать о том, как они обижены на разработчиков игр и онлайн-магазины. Тьфу, позор! В заключении, скажу, что мне всегда было до задницы на серии Daydory Live Extreme. Мне основная файтинговая франчиза всегда больше нравилась. Но сейчас, даже если у меня нет PS4 или PSV, я все-таки закажу эту игру. Пускай деньги пойдут в кошелек разработчикам и людям, которые работают в онлайн-магазине. И, кстати, Techman не надо было бояться этой кучки дерьма. Надо было просто выпустить игру и все. Все равно, если на них подадут в суд, никто не выиграет. Вон сколько уже на Rockstar подавали и что? Это Николай из Галдятины. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok